Приветствую вас, если честно, то я не знаю, какого ответа вы ждёте от психолога, да, потому что, ну, что-то советовать вам здесь, мне кажется, вообще непрофессионально, ну, как и любой совет, непрофессионально, потому что решение принимать только вам, то есть только вы можете принять решение относительно того, что вам делать дальше, как себя вести и так далее. Я думаю, что задача психолога помочь вам разобраться в себе, да, помочь вам увидеть свои какие-то противоречия, свои какие-то сложности, вот, если они, конечно, есть, ну, они, скорее всего, есть, вот, и, соответственно, освободить вас от этого, и вот тогда, когда вы от этого освободите, то тогда вообще можно будет, возможно, говорить о том, чтобы, чтобы вам принимать какие-то решения, вот. Ну, вообще какие-то решения принимать, да, то есть, неважно какие, неважно, там, это будут решения, там, например, уйти или решение остаться, вот, или что-то. Еще, на самом деле, это вообще значение никакого не имеет. Главное, чтобы это решение было ваше. То, что вы запрашиваете у нас, как вам поступать, конечно, выдает вас психотическую модель поведения, что, безусловно, чем-то хорошим не является для вас, потому что психотическая модель поведения, она, как правило, предполагает наличие, ну, вот, третьего лица, да, то есть, наличие человека, который направляет вас, допустим, по жизни, вот, мне бы этого делать, конечно, не хотелось бы, вот, ну, не потому что я не хочу, а просто потому что это, опять же, ну, не профессионально, просто надо. Вот. Значит, смотрите, давайте мы с вами попробуем пойти от обратного. То есть, вы говорите, что у вас степлится надежда относительно того, чтобы, ну, чтобы мужчина поменялся. Как бы в этом ничего плохого-то нет, вообще говоря, в том, что вас степлится эта надежда. Вопрос на самом деле заключается в том, вот именно вопрос заключается в том, насколько эта надежда обусловлена, то есть, насколько она оправдана, надежда, что он изменится. Потому что, вот вы говорите, что он начнёт заботиться, но начнёт заботиться он, как бы, с какой стати, то есть, с какой стати ему начинать заботиться? О вас, о ребёнке, о вас, и так далее. Если на данный момент его сейчас, в принципе, всё устраивает, вот, и делать что-либо ему в общем и целом не надо, вот. Вы, как бы, всё делаете для него, да, то есть, ну, единственное, что вы, единственное, что вы делаете, ну, такое вот, может быть, там, чем-то, чем-то неприятное для него. Ну, это, вот, только лишь разговоры какие-то заводите, да, на тему того, что, ну, что вам не нравится, что вам не по душе, там, и так далее, вот. Вот, ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли это сколько-нибудь вообще может быть серьёзным и ощутимым. То есть, что должно заставить человека измениться? Почему он должен начать вести себя по-другому с вами? Знаете, какая история? Вот, это важно на самом деле. То есть, если вы говорите, что у вас есть надежда, то эта надежда, она, ну, должна быть чем-то обусловленной. Понимаете? Ну, вот. То есть, нет ничего плохого на самом, нет ничего плохого на самом деле в том, что вы надеетесь, что вы надеетесь на то, что он, там, поменяется, начнёт заботиться и так далее. Но если эта надежда представляет из себя что-то вот такое, значит, пустое, да, что-то вообще, ну, нереальное, если это никак не подтверждается в реальном мире, если ничего не указывает на то, что это действительно будет так, то можно сказать, что вы живёте в определённых фантазиях? Можно сказать, что вы живёте в определённых иллюзиях? Наверное, можно. И если вы живёте в определённых иллюзиях, то, опять же, наверное, наверное, для вас эти иллюзии, они, ну, чем-то важны, они для вас, они вам нужны, эти иллюзии. Вот. То есть, вы получаете некую вторичную выгоду от того, что делаете. И в таком случае, как вы понимаете, начинать нужно именно с определения этой самой вторичной выгоды. То есть, почему я снова и снова надеюсь, как бы, что мной движет в моей надежде? Ведь очевидно же, да, что, ну, что-то движет, очевидно. Очевидно, что я чего-то хочу, очевидно, это очевидно. Вот. Вопрос заключается только в том, чего именно. Вопрос заключается только в том, что именно мне нужно, чего я хочу. Если, например, я люблю человека, допустим, но я вижу, что человек обо мне заботится, не заботится, да, ничего не делает для меня. Вот. То, получается, ему так хорошо. И он, 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 скорее всего, не изменится. Не потому, что он плохой, да, не потому, что он, там, какой-то вот, ну, ужасный или что-то еще, а просто потому, что у него нет мотивации. Вот. А само собой ничего не происходит с ребенок, и ребенок такого человека образует вряд ли. Вот. То есть с ребенком он просто еще больше поймет, что вы никуда от него не денетесь и все. Вот. То есть вот сами себе постарайтесь обосновать, сами себе постарайтесь обосновать, почему он должен начать вести себя по-другому. Что его простимулирует на это? Что изменится? Ведь вы считаете, что что-то изменится, но что изменится? Если он начнет себя идти по-другому, то, наверное, что-то равно изменится. Вот. Что изменится разно? Это первое. Второе. Вот вы задаете вопрос, да? Ну, спрашиваете, как бы, нас, да, вот, что мне делать, да, там, либо разводиться, либо, либо, соответственно, верить, ну, верить в лучшее, да, и так далее. Вот история-то здесь, она какая? История здесь такая, что если вы, если вы готовы прислушаться к нам, то есть к любому вообще совету, например, что мы даем, то возникает вопрос, насколько вы уверенный в себе человек, насколько вы, ну, может быть, самодостаточный в себе, самодостаточный человек и так далее, что готовы прислушаться к мнению, собственно, незнакомому. и чужих для вас людей. Понимаете? Вот. Вот. То есть один скажет одно, другое скажет другое, и, и, как бы, да, и, и что, вот, что делать будете, будете вы, понимаете? Вот один человек говорит одно, а другой человек говорит другое, и все, и, и что делать в этой ситуации, понимаете? Вот. Самое интересное, что мнения-то будут обоснованными у всех, потому что, ну, мы же все-таки специалисты. Мы можем обосновать свое мнение. И вот как быть тогда? Понимаете? А если это не так, да, то есть если вы самодостаточный и уверенный в себе человек, то получается, что вы уже все решили, просто вы ищите подтверждение своего, ну, своего решения у нас. А это, как бы, как бы, ну, тоже игра, такая, такая, получается, по факту, по факту. Почему игра? Потому что, если, если вы решение уже приняли, то вам нужно просто от нас соглашение, чтобы мы согласились с вами. А, как бы, соглашаться с вами мы, ну, не будем, потому что мнения-то, они могут быть разными, мнения могут различаться. Вот. Понимаете? Поэтому вот здесь, как бы, это к вопросу о мотивации, к вопросу о субъективной стороне вашего вопроса. Дальше. Совершенно очевидно, да, совершенно очевидно, что если вам рожать через, ну, через месяц, да, вот, то, ну, наверное, решений никаких лучше не принимать. Потому что, ну, все-таки, для ребенка это будет очень драматично. То есть, вам придется решать какие-то сложные вопросы, да, то есть, ну, там, переезд, вот это все. Вот. А во время, значит, во время беременности, то есть, ну, во время того, что вы будете рожать. И ребенка это может оказать очень негативное воздействие, негативное влияние, потому что ребенку-то, как бы, нужна спокойная мама. Ну, поэтому, какое бы решение вы не приняли, его имеет смысл опложить, вот, до того, как вы родите. До того, как вы родите. Вот, то есть, ну, на после, на время после того, как вы родите, вот так, вот. Потому что, ну, все-таки, сейчас какие-то действия делать, это, какие-то шаги предпринимать, это, вот, прямой путь к тому, чтобы своего ребенка травмировать. Ну, просто лишний раз его травмировать. Вот, то есть, это для вас не безопасно. То есть, это не безопасно как для вас, так и для здоровья ребенка, потому что все это нервы, вот. Муж, ну, ваш мужчина, да, он тоже, скорее всего, будет, там, проявлять какой-то негатив по отношению к вам, вот. Говорить, типа, да ты, там, вот, что ты делаешь, там, да, то есть, вот, ну, будет, как-то принять раз, то есть, не будет, не будет он вам, ну, давать какой-то скидки на то, что вы беременны. Вот, ну, человек, в данном случае, да, он будет думать только о себе, о том, что вообще, вот, нужно ему, о том, что хочется ему, о том, что актуально для него, и, в общем-то, я думаю, что и все. Вот, поэтому, какие-либо серьезные, серьезные решения принимать сейчас вам, я категорически рекомендую, именно исходя из состояния вашего здоровья. Вот, то есть, ни одно решение, ни одно решение, принято, принято, вот, в данном состоянии вашем, не даст вам сколько-нибудь хорошего, адекватного результата. Вот, потому что, как бы, вы беременны. Вот. Это первое. Это второе. Дальше. Дальше. С мужем, впечатли, живем пять лет, браке 24 года, свидетель, выходит из главы вопроса о разводе, про развод, так как устал от той жизни, в которую я вляпался. В принципе, вот, в принципе, ваша позиция, да, вот, ну, именно вот, именно позиция, она хорошая, именно позиция. То есть, как бы, это правильная точка зрения, что вляпались вы, вот, и что это ваш выбор, что вот вы пришли, вот, ну, вот, к этой, к этой, к этой вот ситуации, которая сейчас с вами происходит, вот, и, соответственно, вам эту ситуацию, вам это, вы за эту ситуацию, как бы, ну, несете ответственность. То есть, здесь я, в принципе, с вами согласен, вот, здесь вы, в общем, правильно себя позиционируете. Но, вместе с этим, вместе с этим, вы, на мой взгляд, и обесцениваете также свой выбор, который вы сделали. То есть, вы, как бы, говорите, что, ну, вот, я, там, вляпалась, значит, какая я вообще ужасная, что я вообще сделала, там, и так далее, так мне и надо. Вот. То есть, то есть, очень, 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 это похоже на самопичевание. Вот, вот, коли так, коли так, то вам нужно начинать не с того, чтобы уходить от человека, ну, которым вы, ну, в отношениях сейчас. А вам нужно начинать с того, чтобы адекватно относиться к себе, к своему выбору. То есть, не вляпалась, да, как вы говорите, а, там, например, совершила ошибку, допустим, ну, потому что, потому что, я, ну, там, были, как бы, обстоятельства какие-то. Вот. Которые вас, ну, как бы, вот, привели к этой ошибке. Ошибки. Лучше эти обстоятельства зафиксировать, чтобы вы знали, что это вообще были за обстоятельства и, и, как они стали вообще возможными. Вот. И, чтобы вы, значит, больше их не повторяли. Вот. Это, согласитесь, куда более важно, чем все остальное. Вот. Вот. Чем, чем вообще все остальное, что вы, ну, там, например, привели, рассказали и так далее. То есть, это гораздо важнее. Гораздо важнее понять, что привело вас всегда в эту ситуацию. А не обвинять себя, там, не бичевать себя и так далее. Это вам, как бы, не даст ничего. Абсолютно. Вот. Понятно? Поэтому, соответственно, значит, ээээ... Поэтому здесь аспект ээээ... такой. И мне кажется, что обратить на него самое такое, ну, пристальное внимание. Вот. То есть, чтобы это не было обесцениванием тотальным. Дальше. Раньше я был очень позитивным и нерадостным человеком. Теперь мне улыбаться даже не хочется. Вот. Только вчера, соответственно, там, клиент и так далее. Смотрите, значит, тот, кто вы были жизнерадостным человеком, да, я вам верю. Тот, кто вы были жизнерадостным человеком, я вам верю. Я верю вам в этом смысле. Вот. Но и поймите, пожалуйста, то, что будь вы реально жизнерадостным человеком, вы бы не изменились. То есть, эээ, история здесь какая? Мораль, мораль здесь какая? Что вы, эээ, значит, эээ, стали той, кем стали, да? Не случайно. Вы стали той, кем стали, потому что, потому что, эээ, перестали, допустим, получать энергию извне. Ну, раньше вас, эээ, там, грубо говоря, эээ, впитал, вот, мужчина, да, раньше. Вот, теперь он вас, соответственно, эээ, питать перестал, да, то есть, и вы на собственной, как бы, энергии уже не выживаете. То есть, энергия вообще тратится больше, чем, эээ, ну, восполняется. Вот. То есть, это не жизнерадостность. То есть, не получение удовольствия от жизни. Так, фактически, вот, ну, дословный перевод, да, жизнерадостность. Вот. Это, скорее, эээ, позиция, может быть, жертва, может быть, растворение в, эээ, ну, в другом человеке. Вот. Не знаю. Но никак, понимаете, вот, никак это не, эээ, никак это не жизнерадостность. Вот. Это жизнерадостность, это, скорее, мировоззрение. Вот. Ну, это просто, просто мировоззрение. Это не, эээ, вот, не, не то, что можно, эээ, у человека, эээ, как бы, ну, отняться. Вот. Понимаете? Эээ, вот. Эээ, дальше вы говорите, что клиент сказал вам, что у вас, эээ, грустные, грустные глаза и так далее. Эээ, здесь, конечно, эээ, ну, точно, эээ, такой довольно забавный момент, ээээ, на мой взгляд. То есть такое впечатление, что обратиться, эээ, к нам, вас, эээ, сподвиг именно этот, эээ, к легенд. Эээ, без него вы бы, ээээ, я назовусь, ну, без него вы бы, эээ, наверное, не обратились бы, ээээ, к нам, к нам. Там, ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, конечно. Вот. Но, тем не менее. Что есть, вот эта вот история про клиента, она, для чего? Ну, то, что вы стараетесь людям не показывать своё настроение, хотя на самом деле силы меня покидают. Ээээ, ну, вас, вас покидают. Ээээ, говорит о жизненном сценарии определённом. Что есть, у вас определённый жизненный сценарий, который можно охарактеризовать, как маточка Хабарт. Можете почитать об этом, ээээ, ну, в интернете. Вот, в интернете это, это и есть, в интернете это и есть, ну вот эта вот история о маточке Хабарт. Вот, почитайте, изучите, проникнитесь, вот, я думаю вам станет несколько более понятно. Вот, и здесь сразу же момент, а как часто вы ведёте себя так? То есть, как часто вы подавляете свои чувства, подавляете свои желания, подавляете свои эмоции, не показываете там их другим людям, почему вы так делаете? Так, ну, вы боитесь чего-то, вы опасаетесь чего-то, или есть ещё какие-то причины, по которым вы этого не делаете? Ну, понимаете ли вы, что в таком случае, ну, искренности между вами и людьми, да, будет гораздо меньше, потому что люди, ну, не всегда знают, как бы, что с вами происходит. Если вы, например, свои эмоции выражаете редко, то они думают, ну, они могут думать что-то не так. То есть, это понятно, что нужно изучать, это нужно изучать. Вот, но, тем не менее, тем не менее, вот, вот, как бы, с этого места попробуем, как говорится. Как часто я выражаю свои эмоции, редко. Дальше. Так, мужа уже говорила, что мне тяжело морально и физически, но в ответ ни единого слова поддержки, только тишина и всё. Ну, здесь, на самом деле, да, в позиции жертвы, потому что есть здесь такой вот перенос, как бы, ответственности на музе, что он должен взять, там, прийти и меня избавить, там, от всех проблем. Хотя, на самом деле, конечно, уже не так, и тяжело вам стало не, ну, не сегодня, да, а, ну, грубо говоря, какое-то время назад. Вот, и, соответственно, какое-то время вы уже терпите подобное, вот, если вы терпите подобное, то, соответственно, с чего мужчине поговорить? Мужчина, он, он уже, как бы, ну, он сделал то, что хотел, он увидел, то, что увидел, ему, в принципе, достаточно, вот, этого, того, что он, он, ну, того, что он сделал. Вот, он увидел, что вы можете, ну, как бы, терпеть. Вот, он, соответственно, и всё, он и расслабился. Вот, поэтому говорить мужу бесполезно, тут нужно ни слова использовать, а действия. Дальше, я работаю в музее уже несколько лет, с проблемой на работе, он постоянно обещает, что всего-то вот наладится, на деле становится только хуже. Ну, опять же, опять же, опять же, да, то есть, по какой-то причине вы ему верите, то есть, верите, что всё наладится у него. Верите, что всё наладится, как бы, ну, с его помощью. То есть, как бы, не с вашей помощью, да, наладится. Не потому, что вы что-то делаете, а именно, вот, с его помощью. Из-за него, благодаря ему. Вот. И это, ну, тоже, знаете, такая вот парица, я бы сказал, ну, двояка. Да. Вот это, перенос ответственности. Ну, хорошо, он обещает, а вы, что вы, как бы, ну, делаете для того, чтобы всё наладилось? И делаете ли вы что-то для этого? Чтобы, чтобы наладилось всё. Понимаете? Ну, вот. Поэтому, ну, просто вот, ну, где, в данном случае, вы несёте личную ответственность. За себя и за свою жизнь, вот, и за жизнь, кстати, будущего ребёнка тоже. Если у мужа, вот, сезонные работы, да, то отдельной историей заслуживает вопрос, почему вы допустили рождение, ну, зачатие ребёнка в таких условиях? Нет. Вот. То есть, в условиях, когда, ну, постоянной и стабильной работы, как бы, нет. Вот. Вот. Что-есть, это вопрос к вам, ребята. Ну, это не к мужу вопрос, это к вам вопрос. У него, как бы, ну, как всё было, у него даже так, в принципе, всё есть. Что-то у него ничего не поменялось, на самом деле. Вот. Снимается. Ну. Ну, и вопрос, как бы, он об этом. Дальше. Я работаю, у мужа уже несколько лет, проблемы на работе, постоянно обещают, что всё равно наладится, постоянно лучше. Ну, соответственно, да, вот, ребёнка выражается, опять же, из-за, из надежды. Надежды на другого, а не на себя. У него сезонные работы, после выполненных работ может месяцами сделать оплаты, что и происходит, потом, так, всё идёт по кругу. Ну, и что? Ну, и что? Ну, и что? Мы так смотрели, что так происходит. Ну, ну, например, вот, посмотрели, что так происходит, и сказали, ну, давай это, да, ребёнка будем рождать, потом, после того, как у тебя со свободой наладится, чтобы по-стабильнее было. Вот. Ну, правильно? Правильно, нет? Как вы считаете? А по итогу, что? А по итогу то, что ребёнка вы, значит, зачали, да? Ну, вот, ребёнок вот-вот родится, а стабильности нет. Вот с этого нужно начинать аспект. аспект ключевой аспект как бы в этом в том, чем вы руководствуете при принятии решения. Я почему говорил, что дело не в том, что вы вляпались и не в обвинениях в себя дело не в обвинениях дело именно в том, чтобы вы увидели что происходит с вами конкретно что-то нравится так, периодически ставят меня перед фактом денег нет, все начнется, теперь живем только на мой заработок облата ЖКХ, его не колесится от слова совсем вот дальше вы просто жалуетесь на него вот и все это просто жалоба равнодушен ли он? да, равнодушен почему равнодушен? потому что вы так себя поставили то есть дело как бы в том что вы вы так поставили себя это вопрос интересно и адресовать его нужно вам в первую очередь почему вы поставили себя так что с вами можно вести себя подобным образом ведь раньше как вы говорите такого не было раньше мужчина то был к вам более чуткий вот знаете жалоба на другого это а обида то есть завышенное ожидание б перенос ответственности и вы это соответственно не желание что-либо менять ну по например возможно вот вы там писали да что у вас есть страх одиночества вот может быть дело в этом ну именно в страхе одиночества так тут тут нужно исследовать дальше вы пишите неужели он не должен думать о беременной жене и хотя бы морально меня приобретать если я не рабочий лучшее ты, дома убери в服 grove приготовь денег доработай неужели его поведение это вариант нормы нет это не вариант нормы это не вариант нормы но не вариант нормы и то как вы это преподносят понимаете то есть не вариант нормы и то что вы как бы что вот мне забота-то нужна, я заботы-то хочу к себе, вот, забота мне нужна, дайте мне как бы заботу, вот. Но делать для этого, для того, чтобы эта забота, ну, чтобы эта забота реализовалась как-то, делать для этого я ничего не буду, я надеюсь, что это, ну, само придет, ну, вот не придет, не придет это само, понимаете? То есть, то есть, вы имеете право на заботу, вы имеете право на хорошее отношение, но только если, только если, сами, сами, если только себя поставить, адекватно. Вот. А то получается довольно интересная история, что заботу вы хотите, а делать что-то для того, чтобы, чтобы она, ну, реально вам оказывалась, нет. И по итогу, что у вас только детские чувства обиды. Такие вот, имеются и все. Вот. Ну, и куда, и что, что дальше будет, да? Дальше ничего не будет, потому что, ну, как бы, все будет примерно, примерно вот так и протекать. Понимаете? Потому что, нет личной ответственности. Дальше. Ладно, хоть могу работать дистанционно, иначе совсем все было бы печально. Близкие говорят, что, вот видите, ладно, могу хоть работать. То есть, это классическая точка зрения Человека, склонного себя обесценивать. То есть, типа, ну, ладно, хоть так. Ну, ладно, хоть это. Ну, ладно, хоть это есть, и ладно. Понимаете? Вот. С такой позиции, с такой позиции вы, к сожалению, ничего не добьетесь. Вот. Ну, именно вот. Именно с такой позиции. Именно с такой позицией. Потому что позиция успешного человека, да, позиция победителя, это позиция не хоть, а нацеленный успех. Дальше. Близкие говорят, что меня никто не любит даже не уважать. Это так. У меня есть синдромы жертвы. Это так. Прикладывание ответственности, подавление своих чувств. Надо разводиться. Ну, насчёт развода, вот, я всё же не так категоричен, потому что понимаю, ваших близких, они хотят, чтобы, ну, с вами было хорошо. Потому что они хотят, чтобы у вас всё было хорошо. Вот. Это я могу понять. Но... Разводиться не им придётся. Это разводиться придётся вам по итогу. Поэтому не подходите слишком буквально к этому решению, да, а лучше, вот, всё-таки подумайте, как лучше для вас. То есть, допустим, вы решили развестись. Ну, то есть, как бы, ситуация не меняется, да, лучше развестись. Но сейчас разводиться не имеет смысла. То есть, сейчас, кроме стресса, вы в любом случае ничего не получите. Это негативная реакция вашего ребёнка будет тогда. Вот. Понимаете? Поэтому, вы лучше, как бы, ну, не разводитесь сейчас прямо, а думайте о ребёнке. Вот. Чтобы ребёнку было хорошо. Хорошо. Вот. А как ребёнка родите, тогда уже можно будет подумать, что делать. Вот. Понимаете? Вот. Ну, ребёнка родите, там, пройдёт, там, время какое-то, вот, чтобы вы не на чемоданах его рожали. Как бы. Вот. Потому что всё это, всё-таки, ну, подготовка, вот это вот к переезду, всё такое. Ну, хорошего мало. Вы же сами, я думаю, прекрасно понимаете, о чём я говорю. Вот. Так что, мне кажется, что здесь так. Вот. Конечно, конечно, близкие, они хотят вам помочь. Это понятно. Любой бы, ну, любой, любой близкий человек, он хотел бы помочь вам. Вот. Это нормально. Потому что, ну, а как, видно же, что вы мучаетесь, видно же, что вам плохо, видно же, что вы, там, страдаете, грубо говоря. Вот. Но решать вам. И поскольку сейчас уже вы, как бы, не одна, а у вас ребёнок, да, то решение принимать только такое. Можно. То есть решение нужно принимать только исходя из благо, благо ребёнка. Понимаете? Вот. Так что здесь, здесь я рекомендую вам, значит, ну, здесь я рекомендую вам, всё-таки, вот, обратить на это внимание. Вот. Рекомендую обратить внимание на то, вот, вот, с чем вы руководствуетесь при принятии решения. Не спешите. Не спешите. С принятием решения. 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 Ох, потому что тут действительно и гормоны, и всё такое. Вот. Вот. Если вы себя травмируете, то проблемы потом будут не только у вас, но и опять же у ребёнка. Вот. Но при этом, при этом, так, вы видите, в принципе, чувствую, что без него мне сложнее не будет, так я привыкла делать. Она надеется только на себя. Но, значит, я теплится надеяться, что он возместил руки, нашлёт наконец-то во мне и о своём будущем ребёнка заботится. То есть, что это? Что это за позиция? Вот это как раз таки, таки, это как раз таки и есть позиция жертвы. Возьмёт наконец кто-то, да, кто-то возьмёт наконец и кто-то наконец будет обо мне и о ребёнке заботиться. То есть, не я сама буду заботиться, а кто-то. Понимаете? Вот. И это, конечно, очень усложняет вашу жизнь. Надежда, что кто-то, наконец, будет заботиться о вас, да, и о ребёнке. Вот. Нельзя на это рассчитывать. Самый слой ребёнок. И ребёнок будет сто процентов у вас уже. А забота будет не на сто процентов. А ребёнок это не тот, кто терпит вероятность. Дальше. Так, стараться зарабатывать, но что мне кажется, это самообман. Да, это самообман. Вопрос, для чего? Понимаете? Вопрос в том, для чего вам этот самообман нужен? Какую цель вы реализуете через этот самообман? Первый год жизни он обо мне, первый год жизни он обо мне заботился. Ну, блин, это по Фреду оговорочка. Дарил подарки, вечером был всегда дома, если ездили отдыхать, потом всё резко поменялось. Ну, понимаете, вот, резко поменяться без причины не может. То есть, если что-то поменялось, значит, у этого были причины. Вот. Были основания. Какие-то. Вот. Стоять в смысле, и тогда у него просто была влюблённость, которая вскоре прошла. А вы надеетесь на то, что это всё будет дальше. Два года назад мы пытались срастаться, по сути, но он на прощание написал мне такое любовное послание про переменную любовь. Я расставил, и кроме того, у меня двигался враг, то она не справилась, и до развода дело не нашло. Расставили вы, потому что человек, по сути, дел, как бы вас подкупил, исполнением ваших же желаний, вот, то есть, ну, как бы обещаниями, грубо говоря, подкупил вас обещаниями человек. Вот. Опять же, за это нужно брать личную ответственность. Понимаете? Вы, опять же, здесь как будто, знаете, ну, оправдываете себя. Вы говорите, вот, как бы, ну, вот я хотела, вот я хотела, но ничего не получила. То есть, вы спрашиваете, что делать? Да? Что делать, чтобы что? Аноним. Ответите себе на этот вопрос. Что делать, чтобы что? Если, как бы, своё поведение подкорректировать, это одно. Если думать о ребёнке и о вашем материнстве, например, это другое. Если отношения с человеком, ну, попробовать сохранить, это третье. Вот. Понимаете? Ну, я уверен, я уверен на сто процентов, что без цели, без цели вам, вот, значит, решение принимать нельзя. Вот. Сперва цель, потом рождение ребёнка, потом уже решение и соответствующие действия. Только, только так. Вот. Вот. И если есть какие-то противоречия у вас, там, какие-то страхи, какие-то сомнения, что-то ещё, с этим всем нужно разбираться. Потому что, ну, есть некоторая странность, например, в том, что отец ваш помогает вам с работой по дому, да, по вашему дому. Вот. И абсолютно, ну, как-то, вы тут ничего не говорите по поводу того, что он, там, ну, относится к вашему мужу и так далее. Вот. Ещё мне показалось, что есть намёки на ревность у вас, на неуверенность в себе, как женщины. Вот. Если это всё действительно так, с этим всем тоже нужно работать. То есть, почему мужчина интерес потерял к вам? Потому что перестал видеть женщину. А почему перестал видеть женщину? Да, ну и вот всё так далее, так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. Всё это разбирается. Вот. Но, по моему, по моему мнению, лучше это делать всё-таки уже после того, как вы родите. Потому что сейчас, пока вы не родите, всё равно вряд ли, вряд ли вы сможете как-то адекватно ко всей этой ситуации подойти. Ну, то есть, адекватно воспринимать то, что, ну, например, то, что вам нужно сделать, да. Например, те изменения, которые вам необходимо реализовать. Вот. Понимаете? То есть, это вот, это вот, это вот то, что, то, над чем вам нужно, собственно, поработать. Вот. По моему мнению. На этом всё. Я желаю вам сосредоточиться всё-таки на родах. Я желаю вам родить хорошо. Я желаю вам родить без проблем. Я желаю вам родить здорового ребёнка. И после уже решать что-то со своей жизнью. Всего вам самого доброго. Удачи. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если остались вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Помочь. Субтитры сделал DimaTorzok